друзья всем привет с вами наталья на канале наташа на заботы решила сегодня записать видео времени как у всех у нас нету сейчас начало лета 16 июля сегодня вынесла свои гортензии крупнолесные на воздух понимаю что дома уже парничок мой не помещается вот это все у меня находилась дома вытащила это все на улицу уже второй день не успеваю ничего и косить нужно и обрабатывать растения и подкармливать я думаю все все понимают столько у меня растюшек здесь всяких маленьких и на продажу стоят и так себе посадить нужно еще руки не доходят так вот сегодня видео о подкормке гортензии крупнолесных есть у меня здесь они разного возраста гортензии вот эти вот которые вот здесь вот ближе эти прошлогодние череночки которые начеренковала я еще прошлой осенью и вот они у меня вот такие вот большие мучу я их конечно нужно пересаживать сидят в 0 5 литра так различные они у меня здесь и переменчивая и blue charming там все подписано ну то есть они большие нужно их пересадить но видите листочки вот так вот проявляют уже хлороз то есть они не усваивают вот большая не усваивают там и корневая хорошая простите меня мои растения что я не могу уделить вам должного внимания и не успеваю ничего вот вчера хлороз значит проявляют реки такие желтовые пятнышки гортензия крупнолесная это растение которое очень любит влагу и усваиваются все питательные вещества у этого растения только в кислой среде то есть кислой почве или почва должна быть кислая или же ну почва вымывается чем чаще мы как бы дольше поливаем ее все вот эти ph меняется поэтому нужно подкислять обязательно почву как мы это делаем делаем путем подкисления воды при поливе и как только мы с вами пролили кисленькой водичкой корешки начинают активно работать растение начинает усваивать все питательные вещества и только потом мы можем с вами кормить после подкисления почвы так практически ничего не усваивается они голодают они страдают мучаются у них изменяется цвет листвы поэтому вчера я подкисляла я делала хилат железо такую кисленькую водичку и после вот этого того как проливаю я хилатом железо потом на следующий день или через день можно уже удобрением любым подкармливать вот как делала хилат железо я брала обычный железный купорос столовую ложку на 10 литров воды и столовую ложку или уксусной эссенции или лимонной кислоты я брала 70 процентную эссенцию очень хорошо это растворяется в воде железный купорос так я на ведро воды размешала все и вчера пролила думаю сегодня уже буду подкармливать чем я решила сегодня подкормить калиевый калиевый селитрой здесь в составе азот который нам для роста нужен растениям и калий вот он как раз и будет корневую помогать развивать и погурение краев листья устранять ржавые листья чтобы не были у нас чтобы листики были красивые ну то есть сегодня вот этим подкормим еще я заказала селитплант вот такой универсальный на зоне 2-3 миллилитра на литр воды ну то есть я возьму где-то миллилитров 10 у меня столько растений нет чтобы прям на 10 литров просто я еще свои взрослые кустики гортензии которые же у меня высажены тоже подкормлю вот одно из них это сельмочка моя ну то есть вот что происходит с растением когда ты его пересаживать также сидела она пол-литровый вот в таком пол-литровом стакане я буквально на месяц наверное назад пересадила дала объем 2 литра ей и вот она какая стала ну сравните не хватает ни на что времени какие листочки тут и какая листва тут нужно давать больше объем здесь страдают голодают листья а здесь вот она и в рост пошла лист красный у нее и надеюсь закладывает цветочный бутон а может быть расти не знаю она мне сюрпризы какие-то выдает жду-жду цветения надеюсь дождусь вот стал он красивая пойдет на на мощная ветка ее извиняюсь ее я хочу пока не пересаживать в горшочке чтобы она не постояла сейчас покажу еще какие у меня есть гортензии крупнолистные и как они чувствуют себя здесь у меня сидит крупнолистная гортензия аиша зимовала на улице уже моя так рада что хоть что-то от нее осталось потому что маленькая совсем было надо конечно не было брать также на подоконничек но на тот момент когда я заказывала прошлом году тонкости всех не знала боялась как чего укрыла на зиму ну вот что-то перезимовала какие-то почечки сейчас пошли но вот она тоже хлорозит вчера подкормила кисленьким сегодня сейчас пролью удобрением надеюсь она отойдет листочки восстановятся так еще одна гортензия эту я подписывала наверно или не подписывала потом вставлю название тоже ее нужно окраску чтобы она изменяла подкрашивать вот такая вот маленькая гортензий . это правда что она пошла в рост так еще где-то что-то еще совсем захлорозила заболела red beauty purple я так рада что хоть что-то сохранилось это из той партии где мне кажется обманули меня даже не уверена будет ли это red beauty purple фотку вставлю что это за гортензия она вот вообще хлорозит сейчас тоже буду подкармливать потом следующее видео покажу как изменился окрас листвы тоже такая тоже большая надо хочет что-то сохранилось тоже зимовала на улице такая вот малышечка здесь вот в таком состоянии сидит моя сельмочка высадила в открытый грунт ее но здесь под тенью деревьев листики чуть-чуть у него пригорели но 10 на нам лезет все-таки цветочная стрелка я надеюсь что хоть что-то будет с ней она еще приживается сама не понимаешь что с ней происходит слизней у посидит у нас дожди прошли вот тоже буду подкармливать дальше это у меня сидит без названия но картензия очень красивая косила все вот листве думала мертвые ветки вроде вышли и давали почки ну к сожалению почки засохли и вот она от корня дала несколько побегов видите кто-то жрет тоже нужно обработать подкормить дожди не дают работать и подкормить здесь еще одна сидит красоточка тоже видите хлорозит тоже будут подкормить ну прям активный такой рост у него пошел это кажется переменчивая красотка еще одна то есть в открытом грунте 4 штучки у меня это или бесконечное лето друзья все будем подкармливать значит селитры вот этой на 20 грамм растворяют на 10 литров воды и поливают так сейчас и сделаем пакетики растворю хорошо комары вечером просто съедают и сюда же добавлю селитров так как на литр 23 миллилитров шприцы у меня по 5 литров где-то 15 миллилитров и добавлю что делает вот этот селитплант он повышает механическую прочность ткани как раз для моих маленьких этих растюшек чтобы они окрепли активизируют фотосинтез снимает стресс усиливает действие пестицида улучшает структуру почвы вот селитплант универсальный такой 3 до 15 миллилитров я сюда добавила и сейчас на это все вот в 10 литров и перемешаем начнем с маленьких моих гортензий все пролью и закончу потом большими если хватит не хватит еще добавлю добавлю если на листочки попадет ничего страшного это уже все хорошо так же пролью потом дальше покажу ну вот друзья я подкормила свои гортензии и большие и маленькие теперь следующий этап конечно же это будет пересадка из пол-литровых двух или трех литровые горшки и гортенсии сразу стартанут станут такими большими и И нужно будет обработать сейчас по листу от грызущих, сосущих, чтобы не портили листочки. Вот малюсики тоже пересажу в горшочки побольше, чтобы они начали расти. И скоро уже, я думаю, июль-август они уже будут готовы для продажи. Так что вот, друзья, подкармливайте растения свои, пересаживайте. Ну, а кому видео мое оказалось полезным, ставьте класс и подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего, до встречи, всем пока-пока.